Нет. Окей. Для общего понимания все понятно, что за последние годы протекарь власти, протекарь силовых структур значительно меньше стало восприниматься жителями в целом страны. Но у нас есть творческие подходы как к благоустройству и привлению города в порядок, точно так же есть творческие подходы к сбору налогообложения в городе Мелитополь. Один из последних примеров, который ярко освещался в средствах массовой информации, заправка маршал, которая стоит на пересечении улиц Ивана Алексеева и воинов-интернационалистов, когда мы два года бегали за заправкой маршал с просьбой оформить землю для полноценного плата налогов, и городскую власть не слышали, мы ее выставили на аукцион, передали абсолютно третьим лицам, после этого заезд к заправке маршал по моей информации заблокирован полностью. Ровно такие же творческие методы будут к тем предпринимателям, которые не хотят услышать нас с простой просьбой платить налоги. Поэтому у меня будет несколько поручений, делаем на первую консолидированную собратную информацию тем, кто не хотят услышать нас в части оплаты налогов. Вы знаете, что у нас есть стандартная практика, когда мы, не скрывая, называем фамилии, имя, отчества, и на следующей сессии городского совета, которая будет во вторник, мы точно так же будем акцентировать внимание. Все это оформляется соответствующими обращениями в силовые структуры, но, помимо официальной части, будет еще творческий подход к тем предпринимателям, которые не хотят оплачивать налоги в городской бюджет. Кто в Чармейке, в Чарбакову в части Зурбагана берут под личный контроль в части оплаты данных налогов. Пойдем на совещание, прошу, у меня консолидированную информацию, я на Владимира Малахова в видео пришла, которая сейчас даст информацию, я прошу для всех присутствующих тут предпринимателей, покажите, каким образом была проведена работа по инвентаризации, кого мы легализовали, и какой-то вклад в городской бюджет, чтобы все ощутили эту масштабность скрытого неуплатного налога обложения. После этого жду консолидированную информацию.